Азербайджанские военнослужащие находятся в заложниках на территории Армении. Их подвергают бесчеловечным пыткам. Армения, оправдывая свои преступления, клевещет на азербайджанских солдат, заявляя об убийстве армянина. Тему продолжим с американской журналисткой Ириной Цукермана. Она с нами на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте. В очередной раз, нарушая принципы международного права, армянская сторона совершает военные преступления в отношении азербайджанских солдат. Но плюс ко всему мы видим, что Ереван выступает с обвинениями Габаку. Есть факты, доказывающие, что азербайджанские военнослужащие подвергаются нечеловеческим пыткам. На фоне этого мы видим реакцию в армянских СМИ и социальных сетях, где, как мы опять-таки наблюдаем, радуются происходящему. Чему вот так рады в Ереване, как вообще на подобное можно реагировать? Все это довольно ужасно. Эта культура насилия совершенно неприемлемая для современной страны. Армения хочет представлять себя союзником западных стран, но при этом не может придерживаться норм, которые нарушают международные законы. И Армения и Азербайджан подписали все четыре женевские комиссии, которые запрещают пытки и любое негуманное отношение к военно-пленам, в чем бы они ни обвинялись. Так что это напрямую противоречит международному праву. И, разумеется, такие случаи должны расследоваться и должны быть наказуемы. Здесь нечему не радоваться, не хвастаться, это совершенно бесчеловечно. Да, сегодня очень в связи с этим важна реакция международного сообщества. Наша редакция, редакция нашего телеканала, направила запросы в дипломатические представительства зарубежных стран, а также представительства международных организаций, опять-таки для получения комментариев в связи с антигуманными действиями армянской стороны. Мы получили ответы от Международного комитета Красного Креста, и комитет ограничился дежурным заявлением, отметив, что вся информация касательно деятельности комитета и посещения азербайджанских военнослужащих будет представлена лишь властям Армении, не Азербайджану. Как следует расценивать подобное, когда отчеты, опять-таки, о состоянии жертвы будут почему-то представлены палачу? Очень, конечно, это странная политика, но в моей личной практике с этой организацией они довольно часто пытаются презумпцию нейтралитета поддерживать и поддерживать возможность переговоров с разными странами, что часто включают стран-агрессоров или стран-нарушителей международного права. Они считают, что если они будут делиться полученной информацией с обеими сторонами, то потеряют доступ к тем странам, которые подозреваются в нарушении закона, и таким образом потеряют возможность переговоров. Это их официальная политика, здесь нет ничего тайного. Не вижу эффективности в таком подходе. После многих лет использования своего положения во многих конфликтах по всему миру они не добились никаких серьезных результатов. Обмены военнопленными, например, в основном происходят через прямые переговоры между правительствами, а не отнюдь с помощью Красного Креста. Я не вижу никакого практического результата из таких позиций. Наоборот, они должны были бы давить на страны, которые занимаются пытками, которые нарушают международное право, использовать свое положение как гуманитарная организация для того, чтобы добиться улучшения положения людей в этой ситуации. Но пока что я такого не вижу. Реакция на происходящее последовала и от ОБСЕ. Они потребовали привлечь к ответственности виновных в жестоком обращении с азербайджанскими военными в Армении. Бюро отметило, что инцидент должен быть немедленно расследован и виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с нормами международного права. Тут вопрос заключается в том, кто будет привлекать и кого. Ведь мы неоднократно наблюдали политику двойных стандартов от ОБСЕ по отношению к Азербайджану. Разумеется, Армения, которая награждает такое поведение, не может самостоятельно расследовать собственные преступления. И мы не видим даже таких попыток. Если они не пытаются таким образом расследовать эти происшествия, то они должны быть представлены международным судам, судам высших инстанций, которые занимаются расследованием преступлений, которые сами правительства отказываются или по каким-то причинам не могут расследовать. К сожалению, все это может занять довольно много времени. А выручать этих военнопленных нужно немедленно, пока-то не станет слишком поздно. Ну что ж, спасибо вам большое, что подключились к нашему эфиру. Большое спасибо. Напомню, что на связи со студией была американская журналистка Ирина Цукерман. Ирина Цукерман